Всем доброе утро! Сейчас уже утро, я собираюсь завтракать. Сегодня буду завтракать у себя в спальне, потому что папа сейчас за компьютером сидит, он сегодня не работает. И, кстати, всю мужскую половину моих зрителей я позволяю с 23 февраля. Так что завтракать буду. На завтрак у меня вот такой вот футерброд. Это рыбка красная и сверху это оливки. И также конфетку взял. Вот тут у меня чёрный чай с тресниковым сахаром. Тут у меня Мася сидит. Да? Ну, Мася? Мася трясётся, а не сидит, да? Ещё, кстати, хочу показать вам футболку, мне мама подарила. Смотрите. Так, положу на пол, было чистое, не переживайте. Такая вот чёрная футболка. И здесь такая надпись, не люблю футболки со всякими надписьми. Очень классная. Вот там. Что за фирма? Это фирма Модис. Прикольная футболка, потому что... Ой, попой. Потому что вся моя одежда мне стала маленькая, как я разговаривал, что мы потихоньку начали покупать одежду новую. И начали с футболок. Так что, вот так. Фогода, кстати, у нас сегодня какая-то непонятная. Вроде как есть и солнышко, и пасмурно, и снег тает. Очень хорошо, кстати, так тает. За три дня очень прям нормально так подтаял. Сегодня такой, знаете, ветерок небольшой, но, в принципе, хорошо, так и тепло. Смотрите, солнышко, солнышко. Сейчас листаю комментарии, и там тоже спрашивали некоторые вопросы, так что решил ответить сразу. Вопрос, фро, совак, сколько у нас? У нас шесть совак. Я уже говорил несколько раз в своих роликах. Шесть совак, пять совак у нас дома. И один хати у нас на улице. Хати это хас, который живет в вольере. Что еще? Также задали вопрос, фро, сложно ли за все животные не ухаживать? Ну, сейчас понятно, что не сложно. Это входит уже, знаете, в какую-то привычку, в стиль жизни, так скажем. И поэтому не сложно ухаживать за животными. Лично для нас это как-то не особо напряжено, так скажем. Черепашка, считайте, за ней особо как-то ухаживать не надо. Купать только и менять от елки, но это самое легкое. Шиншилла, там, ну, почистить вольер ее. Ну, это тоже занимает минут, знаете, от силы десять. Пока чистим вольер, она у нас купается, шиншилла. Собаки. Собаки это ежедневный уход, это как рутина. Катающий попугай, ну, маленькую клетку мы чистим постоянно, которая на столе стоит. Ну, она маленькая, удобная. А Гришу, Гришу чистим порежем, ну, тоже, как вы знаете, так основательно. Так что, ухаживать не особо сложно. Дальше. Что еще было? По поводу отказа от жареного и жирного. Здесь соглашусь, организму жиры тоже нужны. Ну, я это знаю, но... Я хочу получать, например, жиры от каких-то других продуктов. Более полезных, так скажем. Да, я думаю, у меня жиров достаточно. Так что, надо от них, наоборот, отходить. Форо Шиншилла. Всем понравилась Шиншилла. Да, она тоже нравится. Так. Что еще? Все любят слушать болтовню, написали у меня. Это, кстати, очень приятно. Потому что иногда ты что-то рассказываешь, рассказываешь, и думаешь, что тебя вообще слушает кто-то, не слушает. Ага. Та-та-та-та-н. Черепашка, да, черепашка забавная. Черепашки вообще странные. Для меня такие животные, как черепашки, они вообще странные. Так. Про оптимизацию видео, кстати, тоже многие не знали. Короток и теги прописывать. Написали, что будут пробовать. Я надеюсь, у всех получилось, кто попробовал. Так. Я прям, знаете, так по роликам хожу. Еще какие-то вопросы были. А я, он у меня выхвал из головы. Я такой думаю, сейчас я отвечу. Что еще? Насчет погоды, кстати, тоже все писали, что у них тоже меняется погода. Но у нас пока погода стоит примерно от ночи у нас сегодня до минус 6 было, до минус 8. А днем у нас примерно до плюс 2 и от нуля. От нуля до плюс 2. А, кстати, с кем я живу? Живу я с родителями. Тоже задавали такой вопрос. Я живу с родителями. Если я говорю о влогах Настя и, например, Леша, то это мои родители, это мама и папа. Просто я их чаще всего по имени называю. Мне как-то так легче. Ну, понятное дело, я называю маму и папу. Точно так же когда-то я говорил, что я, например, свою бабушку называю Наташу. Ну, потому что мне так легче, я не знаю. Типа, Наташу, например, бабушку Наташи по имени, да, я называю уже с детства. Мне как-то так легче. Потому что моя бабушка не похожа на бабушку. Типа, у меня бабушка в понимании такая, ну, уже в возрасте. Как это объяснить? Ну, не знаю. Мне всегда с детства ассоциировалось с словом бабушка. Моя прабабушка, которая у меня сейчас. Вот. Так что, не знаю. Бабушку я называю Наташу. Мауна, Настя, Наська, Анастасия. Точно так же папа по имени, в этом нет ничего такого. Так что я живу с родителями. Все, кто не знал. Так что, что-то еще ты ссадя. Угу. Про шапку еще пишут, что шапка мне идет. Спасибо. И так же спасибо от мамы, потому что она тоже читала все комментарии про шапку. Кому-то отвечала там, кому смогла ответить. Вот. Все, сейчас спасибо под последнее видео. Посмотрю еще что пишет и все. Пойдем дальше. Кстати, под влогом про виниры тоже писали, что фрекеты это затратно. Ну, да, фрекеты это довольно-таки затратно, но результат все-таки очень хороший. Кто не знает, я носила фрекеты. И носил я фрекеты года три, наверное. У меня были такие зубы, просто кошмар. Они были действительно ужасные. Вот сейчас они ровненькие, да? Такие прям хорошие. А раньше у меня два передних зуба сверху были, вот, типа, как запор. Они были разные, там была такая дырка между них. И внизу у меня один зуб вообще выходил за пределы. То есть он торчал чуть вперед. Капец. И когда они ставили фрекеты, мне сказали, что надо удалять два здоровых зуба. Это были два целых здоровых зуба нижних. Вот с этих вот сторон, как они, восьмерки или шестерки, называется жевательные. Короче, потому что у меня не хватало места. И поэтому тоже. Так что я это все пережил. Ну, зато это стоило того. Они теперь хорошие, целые, ровные зубы. Это так, это радует. Но заплатили мы много. Мы ездили, во-первых, в Тагилу, потому что в Нижний Тагилу мы ездили. Мы когда хотели ставить, мы звонили в Екатеринбург в одну стоматологию. Там сказали, что у них затись идет только за месяц или за два примерно. И то это вот за два месяца затисаться, а то всего лишь затисаться на консультацию. Мы позвонили в Тагилу, нас записали там буквально через неделю. Мы приехали уже туда на консультацию. И потом уже ставили фрекеты, все сказали, что надо делать. А правда в Тагиле что неудобно, там, когда ездили в стоматологию, в этой стоматологии не было почему-то рентгена. И настраивали вообще в другую часть города на рентген. Непонятно, зачем. Почему нельзя сделать, пусть все в одном месте. Ну, вот. У меня, кстати, уже фол 12-го, и пора бы что-нибудь покушать. Марсель! Смотрите, на улице кто-то ходит. Ладно, все. Я, наверное, там уже это ведь много наснимал. Кошмар, у меня последние влоги выходят вот просто на 20 минут, на 15, на 18. И при том, когда я снимаю каждый раз, я думаю, что, блин, я там мало снял, что-то надо как-то попозже. Чтобы было больше 10 минут, чтобы было интересно смотреть. И мама потом такая смотрела, а там на 21 минуту. Я такой, что? 21 минута? Кошмар. Что я там делал на 21 минуту? Типа, не знаю. Хотя раньше, когда год назад примерно, или даже года полтора уже назад, когда я снимал видео, я думал, чем короче видео, тем лучше. Даже влоги. У меня тогда влоги были на 6, а не на 5 минут. Это дезумно мало. А теперь у меня стабильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь видосов с подряд у меня выходят влоги на 15, 23 минуты, на 21 минуту. И при том, их реально смотрят. Я даже вот удивлена, потому что очень хороший процент просмотра ролика не до конца. Тогда я показывал 8 минут про видеооптимизацию. Потом этот ролик еще вырос до 12 минут, средний просмотр ролика. Так что надо. Все, буду заканчивать. Поотвечал на комментарии. Так, на сколько я тут болтал? Ну, 9 минут, кошмар. Чем я занимался тут 9 минут, ужас. Мини. Мини, иди сюда. Смотрите, Мини пришла кофточка полосатая, которую мы заказывали. И тут Майдер даже свои красные полосатые ходят. Смотрите, какой красивый дом. Дождалась руку. Мать, тут колосатая. Теперь у нас колосатая команда. Все, я уже на кухне. Собираемся покушать. Тут Гриша кушает. Так, у нас в маме будет каша. Я буду есть рисовую с ягодами. А у мамы будет есть по классике это овсяная. Она видит овсяную кашу. Так что каша будет. А у мамы будет есть картошка. Жарили. Он пока на улице, не так что похоже. Все, у нас здесь появилась вторая сахарница. Копили красняковый сахар. Теперь добавляем его. В принципе, нам понравилось. Ну, ничего суть, но оно, в принципе, понравилось. Вот такой вот и все. Класс. И также насчет рыбы. Какую рыбу. Вот прям я ела. Вот такую вот рыбку красную. Так она мило называется. Такая рыбка красная. Подковченая. Также есть еще. Еще какой-то такой. Вот такой же марки. В такой же паночке. Тоже какая-то другая рыба. Тоже вкусная. Так что я тоже достану. Пойдем кушать. Ладно, что мы. Сейчас у меня не скипит. И пойдем кушать. Еще, кстати, в свою кашу я добавлю фрикосовое варенье, которое мы делали сами. Мишель, ну что ты рукаешься? На кого ты там орешь? На кого? Там никого нет. Там кошечка сидит. Там вот кошечка пришла. Все, успокойся. Да, я скажу, и потом будешь кафкать. Вот такое вот. Вот такое вот априкосовое варенье. Здесь у нее с косточкой. Мишель, да, успокойся ты, а. Здесь с косточкой ниндаря. И так, это гвоздика. Так что вот все. Буду кушать. Выхожу сейчас на улицу. Хочу дать хате теченьку овсяную. На улице у нас. Смотрите, как хорошо. Здесь растаяло около крикца. Нет, кстати, снег так хорошо отодвинул, и он еще оттаял. Теперь здесь даже трава. Смотрите. Вообще быстро, кстати, тает. В этом году как-то снег. Даже вот здесь, где я отодвинулся, растаял. И вон он гуляет. У нас хотел все. Вот здесь у него вольер большой. О, жжуч. Уже видишь, что он теченьку несет. Сидеть. 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 Аккуратно бери. На. Все, не носись, кушай. Кушай давай. Все в маленьких лавках. Здесь и стоп. Ой, да не буду я отбирать у тебя. Чего ты разворачиваешься? Отвернулся к вам. Тебе тече жалко, что ли мне? Кушай давай. Ах, сейчас к вечеру фоохолоднело чуть-чуть. Затем мой типичный сельский лук, уховик, шорты и тапочки. Потому что это фо чем тапочки, фо то что фо тихо дело. Даю, кстати, хотят овся на теченнике, потому что я когда покупаю овся на теченнике, я съем их там штуки две, а потом они не лежат. И когда они не подлежат, мне они уже не нравятся. И поэтому я их в хатику даю. Мне он нравится. Кушай там. Все, пришел домой. И мне так что-то захотелось винегрета. Вот я тут поставил все овощи вариться. Свеклу, морковку, картошку. Ничего чистить не стал. Как-то было неохота чистить. Потом, когда сварится, буду продолжать чистить. Еще там есть у нас сквашеное капусту. Так что даже добавлю винегрет. О, да, будет нормально тоже. Так что, вот, что делать. До этого я смирился, делал YouTube. Посмотрел двух вен. Елена Кузнецова, Елена Шикарева. А Елена Шикарева не написал комментарий. Потому что интернет что-то не работал. Так что попозже зайду. И когда ночью сяду, натишу комментарии. Вот. Так что, вот, эти все варятся. Закипают. То, знаете, я раньше варил все в отдельной костюле. Отдельно картошку и отдельно свеклу с морковкой. Но сейчас начали коктейли. И поэтому я решил сварить все вместе. Ну а ты что? Жучка. А ты жучка? Да. Ой, красивая какая. Ой, ты какая красивая. Ну что такие красивые-то тут собрались-то, я не понял. Вот такой салатик я приготовила. И это не Владик. Это я. Вот смотрите, какой салатик получился. Я приготовила. Я вам только что рассказывала. Ну что сказать, вот Настя приготовила в игре. Все своими творческими руками. Не то, что вот я тут. Вот у меня даже морковка в конце остряла. Какая молодая. Очень. Хоть золото хвост. Золото. Чудо-женщина. Все, ребят. Мы уже покушали. К нам еще приходила моя бабушка Лариса. И подарила нам с папой такие небольшие подарки. Полотенце. И носочки. Носочки, кстати, классные. Посмотрите, какие они в эту полосочку такую. Так что. Это я себе забираю. Ахатя, кофе. И... Так что вот. И что еще хотел показать. Ааа. Сейчас я еще покажу. Знаете что? Так, пойдемте. Ааа. Тун-тун-тун. Сейчас будет, знаете, секретное сообщение для моего брата. Так что. Все, кто не мой брат, закройте уши. Так. Подождите. Включим свет. Так. Так. Тут темно. А быстренько тут. Вот. Вот, Даня. Смотри, какой черхон. Вот такой вот. Это я своего брата кутил. На фоне унитаза. Это я своего брата кутил. Новый год. Мукотили. И вот такой вот классный цвет. Нам понравилось. И Даня тоже такое хотел. Он именно у мамы увидел. Только у мамы красное. Красного не было. Тут вот такое. Тут тоже классно очень. Так что все. Приеду. Однам тебе. И ладно. Моя камера уже начинает разряжаться. Как раз. Так что. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Не забудьте подписаться на мой канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok